Дорогие друзья, я рад приветствовать первокурсников, которые в этом году поступили в Высшую школу бизнеса. Это важное событие в вашей жизни. Я вас поздравляю с этим очень важным событием и хотел бы вам рассказать о том, что ждет вас, когда вы 1 сентября придете на занятия к нам в школу. Естественно, что все вы поступили в Высшую школу экономики, желая реализовать две цели. Первая цель — это получить образование в той или иной области. Кто-то пришел на бизнес-информатику, кто-то пришел учиться менеджменту. Вторая задача — это получить диплом одного из самых известных и, я надеюсь, одного из самых лучших российских университетов. Эти цели очень понятны, но я хотел бы обратить внимание, что одна из них первична, а вторая вторична. Главная цель — это, конечно, получение образования. Дело в том, что получить хорошее образование можно только при одном условии. Если у вас есть внутренняя мотивация к получению образования, если вы искренне хотите узнать как можно больше, получить широкое образование, которое вам поможет впоследствии укорениться в профессии, стать настоящим профессионалом. Получение дипломов — это вторичная мотивация, это внешняя мотивация, как говорят психологи. Настоящее образование получается только благодаря внутренней мотивации. И мне хотелось бы, чтобы вы вот эту внутреннюю мотивацию к получению настоящего образования сохранили на все время обучения в высшей школе бизнеса, то есть на ближайшие четыре года. Почему это важно? Дело в том, что если человек акцентирует внимание на внешней мотивации, на получении диплома, на получении хороших оценок, что, конечно, очень важно, но не является главной целью, то зачастую это убивает внутреннюю мотивацию к получению образования. Однажды я был в командировке в Великобритании и, посещая одну известную британскую бизнес-школу, услышал такой рассказ. В том году один из выпускников программы MBA, получив диплом с отличием, в тот же год заново записался на эту программу MBA. И когда его спросили, зачем же он это делает, потому что это выглядело довольно забавно, он сказал, что когда я учился на MBA первый раз, я так сильно хотел получать хорошие оценки, что тратил все свои усилия именно на то, чтобы хорошо сдать экзамены. И оказалось, что у меня недостаточно знаний, чтобы прийти в профессию, поэтому я решил повторить этот курс. Теперь я буду учиться не ради оценок, а ради получения знаний. Таким образом, иногда внешняя мотивация выбивает внутреннюю. Мне хотелось бы, чтобы вы прошли 4 года обучения в высшей школе бизнеса, отталкиваясь от внутренней мотивации. Тем более, что вам предстоит изучать самые разнообразные предметы. И здесь я хотел бы вас предостеречь от избыточной прагматизации вашего отношения к учебе. Что я понимаю по словам прагматизация? Это позиция, когда человек начинает рассуждать так, этот предмет мне нужен, а этот предмет мне не нужен, потому что он мне не нужен будет никогда. Вот это рассуждение глубоко ошибочно. Дело в том, что в нашем быстро меняющемся мире мы не знаем, что и когда нам пригодится в жизни. Поэтому правильная эффективная стратегия состоит в том, чтобы быть любопытным по отношению ко всему, ко всему, что вам можно узнать, что вам дается возможность изучить и исследовать. И поэтому, если выделено время на изучение какого-то предмета, то к нему нужно относиться очень внимательно и постараться в нем разобраться. Иногда приходится слышать такие слова. Вы знаете, этот пример или предмет может быть, конечно, интересный, но не очень, может быть, очень важный, но не очень интересный. Друзья мои, стратегия, правильная стратегия в жизни состоит в том, чтобы уметь заинтересовываться. Дело в том, что в жизни нам приходится делать много вещей, которые на первый взгляд представляются нам совершенно неинтересными. Но мы можем сами поставить перед собой какую-то задачу, связанную с этим делом, и тогда эта задача превращается в некий челлендж, некий вызов, отклик на который делает нашу жизнь осмысленной и интересной. Поэтому учитесь заинтересовываться, это вам поможет в жизни. Как говорится, если вы один раз найдете то, что вам интересно в жизни, вам ни одного дня не придется работать. Работать в том смысле, что вы будете выполнять какое-то нелюбимое дело. Еще я хотел бы рассказать вам о том, как формируются знания. Дело в том, что в высшей школе бизнеса, в отличие от того, что вы имели в школе, вам предоставляется довольно большая свобода. Свобода выбора. Ну, вы сами должны следить за своим расписанием. Вы сами должны следить за тем, чтобы вовремя представлять домашние задания. Вы сами должны готовиться к экзаменам. Одним словом, у вас есть свобода, которая, как известно, теснейшим образом сопряжена с ответственностью. И очень многие люди не очень эффективно пользуются этой свободой, не понимая ту ответственность, которая на них ложится. И прежде всего они концентрируют внимание на то, чтобы запомнить ту информацию, которая дается им на лекциях, которые они черпают из интернета, из учебников, из статей, которые задаются по различным дисциплинам. И вот здесь есть одна ловушка. Дело в том, что мы, преподаватели, можем предоставить вам очень важную информацию. И мы, преподаватели, стараемся эту информацию предоставлять таким образом, чтобы заставить вас над ней размышлять. Зачем? Затем, чтобы эту информацию превратить в знание. Знание формируется исключительно при условии, что вы работаете с той информацией, которую получаете. Если вы ее просто запоминаете и над ней не размышляете, ее не пытаетесь как-то применить к практической ситуации, она так и остается информацией. Причем иногда приходится слышать от людей, что, конечно, было все интересно на лекции, но вот лектор не рассказал нам о том, как это нам все пригодится в жизни. Знаете, честно говоря, такие рассуждения меня всегда удивляют. Как раз размышления над тем, как полученная на занятиях информация может быть использована в повседневной жизни, в профессиональной жизни. Это и есть те интеллектуальные действия, которые превращают информацию в знание. И если вы рассчитываете, что эту работу выполнит преподаватель, а не вы, то, к сожалению, должен вас огорчить, что вы будете владеть информацией, которой не сможете пользоваться. Если над кейсом, который вам был презентован, вы не поразмышляли, а просто запомнили, как герой кейса поступил в той или иной ситуации, и рассчитываете, что вы воспользуетесь этой информацией, скорее всего, вы ошибаетесь. Точно такая ситуация никогда не возникнет в жизни, и это означает, что вот эта информация окажется невостребованной. Поэтому учитесь преобразовывать информацию в знания, а вы можете научиться еще одной очень важной вещи, которая сделает вас уникально конкурентоспособными. Вы можете научиться генерировать новые знания. Сначала во время учебы человек генерирует субъективно новое знание, то есть знание, которое новое для него, но которое уже существует помимо него до момента этого изучения. Но в каких-то небольших моментах, уже учась в бакалавриате, вы не исключено сможете научиться генерировать и абсолютно новое знание. У вас будет возможность присоединиться к научно-учебным лабораториям, которые существуют в высшей школе бизнеса. Вы можете участвовать в научно-учебных группах, которые занимаются исследованиями и реализациями различных проектов. Наконец, у нас в высшей школе бизнеса регулярно проводятся конкурсы студенческих проектов, в рамках которых студенты по собственной инициативе реализуют социально значимые проекты, где они могут применить и уже имеющееся знание, но и, может быть, породить новые знания. Вот эта активность зависит исключительно от вас. И я очень рекомендую, когда вы уже придете на факультет и освоитесь внутри него, обратить внимание на вот эти дополнительные возможности. Дело в том, что навык генерации знания — это главный навык 21 века. Это навык, который а — невозможно потерять, и б — который создает вам устойчивое конкурентное преимущество в условиях, когда почти все остальные конкурентные преимущества становятся не очень устойчивыми. Обращайте на это внимание и пользуйтесь тем, что дает уже не только высшая школа бизнеса, но вся высшая школа экономики. Высшая школа экономики прошла большой путь, хотя и за очень короткий срок. В будущем году мы вместе с вами, я надеюсь, будем отмечать 30-летие университета. И университет начинался как небольшой университет специализированный, где было всего три факультета — факультет экономики, факультет менеджмента, факультет социологии. Сейчас же университет, в который вы пришли — это полноценный так называемый классический университет, где представлены почти все направления научного знания и практики. И у вас есть возможность, обучаясь в бакалавриате, приобщиться не только к менеджменту, не только к бизнес-информатике, не только к тем дисциплинам и направлениям, по которым вы хотите получить образование, но и к другим дисциплинам, таким как психология, социология, история, юриспруденция и так далее. Мне кажется, что сейчас очень важно воспользоваться этой возможностью, получить дополнительные знания, дополнительную квалификацию. Зачем? Не исключено и даже весьма вероятно, что в жизни вам не один раз придется сменить профессию. Мир меняется так быстро, что сейчас, в отличие от того, что было с поколениями 50-60 лет назад, невозможно получить образование на всю жизнь. То образование, которое вы сейчас будете получать, на английском языке называется третичным, потому что начальное образование — это primal education, среднее образование по-английски называется secondary, то есть вторичное образование, а это третичное, потому что термин высшее образование сейчас в нашем мире уже не очень адекватен. Если оно высшее, то выше уже ничего не бывает. Но ведь университетское образование — это только шаг в том направлении, которое называется life learning, то есть обучение на протяжении всей жизни. И не исключено, что вам, как, например, мне, придется довольно резко менять свою профессию. Половину жизни до 40 лет я провел в другом мире, я провел в мире физики. Я доктор физико-математических наук, занимался экспериментальной физикой, физикой писал, книги по истории науки. И вот в 40 лет, почти ровно 30 лет назад, я сменил специальность и пришел в социологию, пришел в менеджмент, и уже вот 30 лет занимаюсь новой профессией. Почему у меня получился такой переход? Почему я о нем не жалею? Ответ очень простой, потому что уже даже в школе, которую я заканчивал, я уделял внимание не только физике и математике, которые были любимыми моими предметами, но я интересовался и историей, и литературой, и гуманитарными предметами, которые мне очень пригодились при освоении новой профессии. Поэтому если вы будете смотреть на свое образование не прагматически, а очень широко, у вас появится возможность менять профессию в зависимости от того, как будет складываться социальная ситуация, в зависимости от того, как повлияет прогресс технологий на развитие общества. Ну и, наконец, последнее пожелание, которое я хочу сформулировать, это пожелание вам провести четыре очень интересных студенческих года. Дело в том, что помимо учебы в высшей школе экономики существует еще много разных интересных занятий для студентов. У нас есть театр, у нас есть хор, у нас есть спортивные секции и соревнования. Вы можете подключиться к самым разным активностям. И это тоже очень важно, потому что социализация, установление связей с людьми, с которыми вы не сидите в одной аудитории, это тоже очень важный элемент нашей жизни, потому что он позволяет нам формировать устойчивую социальную сеть. Я желаю вам эффективно начать ваше обучение в высшей школе бизнеса и получить от него максимальное удовольствие. Спасибо. Спасибо. Спасибо.